и снова здравствуйте всем привет забражд 2019 продолжаем делать персонажа кунг-фу панда в этом ролике давайте рассмотрим как сделать голову для анимации переключаемся в саптулах на голову находим ее вот это вот глаза вот это вот голова и давайте сделаем всему этому make polymesh оставим одну голову и на ее примере будем рассматривать как все это дело происходит то же самое можно делать уже в вашем проекте не переходя именно от make polymesh не делая одну голову ну как кому удобно имеем голову вопрос такой если будет анимация должен работать рот правильно открываться там уходить в бок создавать словом мимику ну давайте разбираться дальше так делаем всему этому саптулах дубликат переключаемся на верхний саптул и делаем вот такую штуку control shift переключаемся на кисти и ставим trim rect и вот так все это дело можно обрезать смотрим как все получилось вот таким вот образом следом переключаемся на нижнюю голову и здесь уже сделаем вот так вот оставим одну челюсть получается вот такая у нас заготовка ну и давайте лепить делаем control w одну полигруппу здесь вот сетка у нас изменилась но она нам пока в принципе не нужна мы будем здесь работать кисточкой клей build up драм сайт поменьше включаем теперь и к симметрию чтобы была симметрия и нажимаем alt и вот так все это дело на низкой детализации интенсивности потихоньку вдавливаем здесь создаем именно рот выглаживаем смотрим глубину впадание побольше убираем шифтом корректируем верхнюю губу где-то выглаживаем опять можно углубить поглубже потом сетку поменяем это не проблема так верхняя часть вот создана нижнюю часть можно чуть-чуть выгладить ну и опять же где-то альтом углубиться вот уже имеем рот включаем нижний саптул теперь верхний теперь можно отключить и закрыть делаем то же самое ctrl w смотрим сетку она у нас вот идет треугольниками и alt тоже здесь аккуратненько все опять же аккуратно вдавливаем смотрим смотрим чтобы глубина большая не была шифтом где-то выглаживаем вот таким образом и включаем видимость второго саптула теперь можно включить моф вытянуть вот так вот гизму и немножко его припустить и вот так вот опустить еще пониже и немножко уведем чуть вот сюда вот такая штука получается теперь ставим кисточку мофт топологи и вот эти части вот эти торчащие убираем вглубь так они потом сеткой когда будем сетку переделывать все это дело срастется будет все нормально так вот эту часть тоже нужно поприбрать опять опять же alt ctrl clay buildup и выглаживаем все это еще потом пролепится так что вы сильно не паникуйте если что-то пошло не так ну вот такой преобразованный рот можно всему этому сделать да и на мышь детализацию еще резолюцию чуть-чуть приподнять это маловато ctrl z ну вот уже нормально смотрим чтобы миллионы не были полигонов переключаемся на нижнюю челюсть и делаем то же самое на project прибавляем резолюцию и жмем дай на мэш ну опять же чтобы не испортить детализацию потом мы ее конечно еще будем переделывать ну пока вот таким вот образом саптулы смотрим что-то как выглаживаем вот теперь вы видите что во рту все гладенько все зашибись смотрим что как ну вот такой вот получился рот вот следом вопрос такой что у панды должны быть зубы по любому зубы где их взять можно конечно скачать можно вылепить ну можно взять вот project берем базовую уже именно модель вот можно взять мужика вот этого смотрим так отмена предварительно вот этот проект сохраните файл ну и назовите его как-нибудь суть находим опять ликбокс находим вот этого персонажа можно у женщины взять тут тоже зубы есть посмотрим какие здесь и здесь так что тут у него есть обмундирование смотрим тут только ноги нам они не нужны смотрим дальше ну вот можно у женщины взять взять вот здесь есть глаза и зубы и вот эти зубы можно в наш проект включить и глаза тоже кстати можно взять Ctrl W делаем Ctrl Shift щелчок по глазам и делаем Modify DL hidden так предварительно удаляем Divide DL lowered ну вот у нас тут есть язык есть тут зубы как это все отделить первый способ первый способ назначить полигруппы вот назначаем рот тоже можно очистить Ctrl Alt он нам еще природится язык точнее смотрим смотрим что да как со всех сторон и делаем Ctrl W вот теперь у нас несколько полигрупп и можно разбить теперь эти полигруппы в sub тул и находим split group split ок вот у нас уже и нижняя и верхняя часть зубов работают это они вот так вот даже языки есть все прикольно восстанавливать ничего толком не надо все нормально так смотрим может где закрыть close house но не без этого геометри close house вот уже и небо появилось пускай она будет она сольется смешем потом это все нормально аккуратней на конечно это все дело делать переключаемся теперь так делаем Ctrl W переключаемся на нижний вот этот меш и делаем то же самое геометри close house Ctrl W ну вот такая штука получилась так теперь можно где-то их выгладить дальние зубы все равно видно не будет вы на них не обращайте нам именно вот эти вот боковые передние ноги ну и давайте все это дело сохраним сохраняем сохраняем верхнюю челюсть с 1 и сохраняем нижнюю челюсть с теперь включаем наш проект открываем open да нет и открываем нашу голову или проект и открываем нашу голову или проект делаем дубликат какого-нибудь саптула одного или двух и импортируем сюда именно вот эти вот наши челюсти так теперь делаем еще один саптул дубликат и импорт вторую челюсть так смотрим где они теперь появились они вот тут внизу выбираем ту челюсть на которой мы стоим в саптулах и поднимаем ее до нашего персонажа сейчас я ближе подведу уменьшаем опускаем смотрим со всех сторон еще немножко уменьшаем ну так вот уже пойдет в принципе они могут торчать могут не торчать это уже по анимации как там пойдет в принципе у панды они не видны нам они нужны чисто визуально визуально пардонте чтобы они были именно на модели так что еще ну теперь переключаемся на вторые зубы вот они уже с языком язык тоже нам пригодится хотя бы визуально чтобы он там находился в голове так вот так ну еще где-то можно скайл уменьшить и глубже посадим вот так так если нужны вот именно только движение губ то уже рот делать будем потом отдельно ну в смысле зубы будем делать отдельно что то я опять сегодня заговариваюсь ну ничего так все язык имеется вот такой вот персонаж вот такая вот у него часть теперь нужно найти челюсть и посмотреть так это вот будет у нас верхняя челюсть ее нужно поднять к верхней части головы а нижнюю челюсть можно объединить с нижней делаем merge down merge merge down ok вот теперь у нас вот эта часть полностью и с зубами и с губами делаем ctrl w и одну полигруппу потому что они уже будут спаяны и переключаемся на голову делаем merge down и делаем тоже ctrl w чтобы это был один ctrl вот такая штука и вот так все это дело выглядит если включить прозрачность вот таким образом все это дело тут можно видеть следом следом вот такой путь будет это все дело можно объединить вместе ставим на голову и ставим merge down объединяем но поле группы оставляем если они нам нужны если нас вот это все устраивает то это все нормально тут еще один вопрос когда будет происходить анимация вот челюсть она шапучена то может деформировать кость неправильно вот эту где-то мышцу вести там допустим как вариант и что можно сделать ну вот такой вот способ выбираем ctrl shift вот эту часть и ставим ротацию и возвращаем челюсть ну как бы назад вот эту часть возвращаем назад и тут еще вот будет один вопрос если делаться будет за ремеш срастется ли эта часть если эта часть срастется то рот уже не откроется поэтому будем экспериментировать делаем ctrl z ctrl z нет оставляем рот открытым потом можно сделать косточками где-то подправить фейс лица ну и будет нормально ну теперь эту голову мы должны сохранить опять же экспорт сохраняем называем ее допустим 77 или подробно пишите что это голова там то там то вы ее сделали чтобы вы не путались потом именно в файлах ну и открываем опять исходный проект это файл open это уже можно не сохранять она у нас сохранена и находим ну где она тут находится так на рабочем столе так не тут файл пардонти open да нет вот этот ну теперь нужно сделать дубликат головы вот этот делаем дубликат и сюда импортируем вот эту голову 77 так эту голову не удаляем вдруг она пригодится просто для походки с закрытым ртом модели пусть будет можно сделать две модели один разные и вот у нас уже персонаж с открытым ртом готов разговаривать если добавить ему простую анимацию глаза анимацию нам нужны отдельные вот пусть пока они будут будем в дальнейшем все рассматривать поэтапно ну вот такой вот способ что еще можно сделать переключиться на тело и добавить шерсть добавляем альфу подгружаем так импорт находим альфу можно ее скачать именно в интернете я вот подобрал альфу именно для панды есть для бурого медведя для панды надо искать ну и находим ставим здесь драк рект вот так дров сайс чуть чуть побольше ну и смотрим как все это дело будет происходить смотрим на тело вот такой способ интенсивность так стандартную кисть поставим опять же включим альфу драк рект и смотрим как все это дело рисует рисует хреновато так c c c c c c дизайдов и попробуем теперь ну вот уже лучше интенсивность тоже подгадывайте чтобы более-менее нормально это все смотрелось вот если ctrl z c сейчас приближу вам и вот смотрите интенсивность поменьше и вот такая вот у нас текстура шерсти текстура шерсти опять же смотрите куда смотрит наклон шерсти на плечах на груди если вот добавить включить зад то вы будете углублять будет уже по другому шерсть выглядеть можно несколько раз ее наложить на одно место ну вот такой вот ролик и вот такой вот получается персонаж с открытым ртом так смотрим что у нас тут да как нужно голову если она у вас отдельно объединить с телом потом когда вы все сделаете будет делаться ретопология и вот тело должно быть цельным штаны будут отдельные и вот именно глаза а так все будет вот в таком вот духе все всем пока до свидания